МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 октября, пятница. Сегодня наша страна отмечает День защитника Украины. Весь вечерний эфир мы посвятим нашим героям. А сейчас начинаем работу студии в прямом эфире. Говорим о главном в студии Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Пятница – это не только сегодня праздничный день, но и традиционное завершение недели. Чем заняться на уикенд, как скрасить выходные, как, в конце концов, культурно вырасти за это время? Обо всем этом мы поговорим с нашим постоянным культурным экспертом в бабочке Игорем Оксом. Игорь, приветствую тебя в эфире Думской ТВ. Прежде чем спрошу, куда сходить на выходных, для наших телезрителей мы будем в течение эфира показывать прямую трансляцию из Киева, где сейчас проходит первый марш нации, второй запланирован на 18.00. Будем держать вас в курсе и рассказывать о том, что происходит по стране в этот праздничный день. Игорь, прежде чем удовлетворим любопытство Аллы и узнаем, куда сходить на эти выходные, я хочу спросить, что ты делаешь для того, чтобы культурно расти? Не хочешь отвечать, не отвечай. Я культурно занимаюсь, знаешь, занимаюсь культурой. Хочешь, да, чтобы были большие мышцы, занимайся спортом. Хочешь культурно расти, развивайся. Развивайся, иначе капец. Вот так я бы сказал. А какую пищу культурную ты используешь для роста? Есть ли какие-то стероиды? Конечно. Для меня первичные стероиды – это кино. Это моя, можно так сказать, слабая точка. Основная питательная среда. Основная питательная среда, да. Вот из кино я черпаю максимум. Но не всегда это культурная программа, если мы говорим о кино. Ну почему? Кино бывает разным. Бескультурным в том числе. И бескультурным в том числе. Представляете себе, неделя бескультурного кино. Наконец-то. Я бы с удовольствием анонсировал этот проект. Но сегодня хочу рассказать о других событиях. Хочу на самом деле тоже присоединиться к поздравлениям. Действительно, наша страна сегодня отмечает очень важный, очень значимый праздник. И я поздравляю всех тех людей, которым имеет непосредственное отношение определение защитника Украины. В каком бы виде вы не защищали нашу страну. Спасибо вам. Низкий поклон и поздравления. Ну а теперь, собственно говоря, о культурном росте. Небольшой экскурс по культурной программе нашего города я собираюсь сейчас провести. С чего начнем? Да, как всегда. Я как-то вот уже традиционно старовер я, понимаете. Да, уже не молодой человек. Поэтому вот как придумал себе сначала рассказывать про концерты, так до сих пор и рассказывал. Дед твой рассказывал, отец твой рассказывал. И ты будешь рассказывать про это. Из поколения в поколение передается эта традиция в нашей семье. Так вот, сегодня очень широкий диапазон концертов. От, прямо скажем, сомнительных до выдающихся. Ну, сомнительных в хорошем смысле слова, да. Потому что некоторые творческие сомнения посещают лично меня. Вот начну я с концерта посвящения Элвису Пресли. Сегодня он состоится в филармонии. Вдруг сейчас нас слушают поклонники Элвиса Пресли. Люди, которые до сих пор считают, что Элвис жив. Так вот, я вам предлагаю... Подождите, Элвис приедет? Я думаю, что Элвис всякий раз проникает в того человека, который его интерпретирует. Интерпретирует его, я вам скажу честно, учитывая, сколько людей пытаются это делать, Элвиса на всех не хватает. Но где-то по зернышку, по зернышку. Выступать будет острадный оркестр Одесса Сити Бэнд под управлением Юрия Литовка. Солист, вот, собственно, интерпретер Элвиса Пресли Виталий Татаринов. Он является обладателем премии Международной ассоциации поклонников Пресли. Оказывается, в Америке существует такая ассоциация, и она кого-то признает, вот, как, наверное, звание сэра, да, передается. Вот так же, я не знаю, может быть, очки прикладывают, или парик Элвиса, или пластинку Элвиса. Вот, кстати, Саша очень хорошо поет, но Элвис он бы не смог интерпретировать, прическа не позволяет. Ну, потому что Саша гуманист. Я думаю, в этом кроется основная причина. Просто он редко тебе поет, нам он поет чаще. Саша хорошо относится к людям, которые ушли от нас, поэтому я не стал беспокоить короля. Да. Так вот, сегодня в рамках этого концерта, который в 19.00 начнется в филармонии, прозвучат лучшие хиты рок-н-ролла всех времен. Я так предполагаю, что диапазон будет немножечко шире, чем репертуар только для Элвиса. Ты правильно предполагаешь? У нас был в гостях Виталий Татаринов, и он говорил как раз о том, что будут не только песни Элвиса, но и те, которые близки к творчеству Элвиса Пресли. Вот в этом и есть у меня некое творческое сомнение, как человек, погруженный в образ Элвиса Пресли, будет петь не его песни, а позволил ли бы себе это король? Задаю я вопрос себе. Виталий обещал спеть песню I feel good, насколько я помню. И я тебе скажу честно, что Элвис Пресли пел некоторые песни, даже Битлз, при жизни. Ну, Битлз, Битлз это святое. Далее, друзья, следующее очень любопытное мероприятие состоится в перроне номер 7, также сегодня, тоже в 19.00, если у вас нет никаких эмоций при звуках песен Элвиса Пресли, то есть прекрасная альтернатива. В перроне номер 7 один из самых ярких украинских исполнителей и композиторов, Алексей Ботвинов, будет давать импровизированный концерт, не правильно сказал, не концерт, он будет играть импровизированный саундтрек к классической комедии Бастера Китона «Шерлок-младший». Фильм этот был снят еще в 1924 году, он пришелся... Разумеется, без звука, в малохромном изображении. Да, а вот он пришелся на самый конец эпохи немого кино, а Бастер Китона на самом деле величина не меньше, чем Чарли Чаплин в немом кино. То есть это точно Ботвинов или Боголюбов? Боголюбов, я сказал Ботвинов, я просто так люблю Ботвинов, конечно, Алексей Боголюбов. Кто же в Одессе не любит Ботвинов, да? Конечно, да, 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 поэтому оговорка по Фрейду. Представьте, это будет такой... Я хотел победить на его месте Ботвинов. Но это Алексей Боголюбов, на самом деле не менее уважаемый музыкант. Я уверен, что это будет очень ярко, тем более само кино очень необычное. Бастер Китон славится тем, что это комедийный актер, который практически никогда не выражал никаких комедийных эмоций на своем лице. То есть вот он такой непроникновенный. Почти как Игорь Окс. Ну, практически. Я иногда позволяю себе вздернуть бровь, но вот Бастер Китон даже этого себе не позволял. И вот саундтрек импровизированный Алексей Боголюбов будет играть под этот фильм. Мне кажется, это будет очень интересно. Далее, друзья, буквально через несколько дней наш город просто... Вот мы только пережили от нахлынувшей воды, а теперь на нас нахлынет, можно сказать, армия прекрасных музыкантов. 18 октября концерт Лары Фабиан. Я надеюсь, без таких последствий для города трамваи, там... Я надеюсь... Здесь это только разбитые сердца. Да, деревья гнулись. Да, да. Вот такое может быть. Во Дворце Спорта состоится этот концерт. 19.00 начало. От 1100 до 2950 гривен стоят билеты на этот концерт. Прямо ли, чем три, по-моему, года назад Лара Фабиан приезжала, были дороже билеты, насколько я помню? Может быть. Я не провожу аналитику и не смотрел последние котировки Лары Фабиан на музыкальных биржах. Вполне может быть. Если билеты стали еще более доступными, то это огромный плюс, потому что в разнообразном репертуаре... Это экспансия на рынок, нужно покупать. Да, демпинг. И перепродавать. Не прикрытый демпинг. Кстати, Лара Фабиан является дочерью итальянки и бельгийца, и в ее репертуаре, я думаю, по этой причине в том числе, есть песни и на французском, и на итальянском, и на английском, и на испанском языках, даже обещают, что в программе... А на бельгийском? На бельгийском только шоколад. Обещают даже, что в программе прозвучит хит Аллы Пугачевой в ее исполнении, в исполнении Лары Фабиан «Любовь, похожая на сон». Я могу себе только это представить. Вот так же, как... В интернете, кстати, есть видео. Многие люди видели, как зал поет вместе с Ларой Фабиан «Жетем», и все, и все слезы. А теперь будет «Любовь, похожая на сон». «Любовь, похожая на сон». Это почти перевод песни «Жетем». Один в один. Практически дословный. Если про доченьку будет, какая же ты смешная доченька моя. Ты просто спросил. Мне, думаю, что Лара Фабиан пыталась на себя... В этом брошкина, например. ...примерить, примерить образ... Почему на «Любовь, похожая на сон?» Нет хороших песен Пугачевой, что ли? «Орликин», в конце концов. Ну, вот не знаю. Как-то Ларе Фабиан, видимо, дали разрешение петь только это. На кассете была только одна песня, поэтому она и разучилась. Все, да. Больше шансов не было. 20 октября очень тяжелый день для меломанов нашего города, в прямом смысле этого слова, потому что придется сделать для себя принципиальный выбор, потому что разорваться не получится. Одновременно практически начинаются два концерта в этот день. Это четверг, кстати, будет, напоминаю. В оперном театре в 19.00 начнется концерт «Гору». А, по-моему, в это же время во «Дворце спорта» начнется концерт группы «Машины времени». Ну, мой выбор однозначен в сторону «Машины времени». А, да, 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 да. Вообще без вариантов. Я знал, что в этой студии сидят святые люди. Я пойду на гору. Зачем? Мы о тебе не говорили. Потому что... Мы говорим только о святых людях. О людях. Гору. Потому что гору – это... Человек, который, я напомню, покорил сердца миллионов исполнением горбуна, горбуна, да. Он был участником лучшего состава «Нутерданк деполит». Совершенно верно. Именно его исполнение вот этой роли и песни в этом мюзикле сделало имя для него. После этого он начал свой... Продолжил, вернее, уже свое творчество, записав альбом каверов. Прошел год. И вот год спустя он выпускает сейчас свой новый альбом, где, насколько я понимаю, будет исключительно авторский репертуар, анонсированный международная премьера на конец ноября. А вот уже сингл из этого альбома «Avancer», он уже был представлен в широкой общественности, премьера его уже состоялась. Кстати, альбом будет называться «Эмиль де Мябье». Неплохой у меня, да, французский? Прекрасный. Мне тоже так кажется. То есть все-таки, значит, ты придешь на гору. В середине жизни. Нет, нет, я ограничусь все свои обязательства перед гору, я выполню анонсом его концерта. Напомню еще. Значит, все-таки «Машина времени». «Машина времени», конечно, конечно. И грядет в месте. Это музыка, на которой я вырос. Более того, обещают, «Машина времени» же записала новый альбом, и, собственно говоря, состоится презентация нового альбома, ну и, конечно, прозвучат самые любимые. Называется «Машина времени в джакузи». «Не булькает», вот так я запомню название. «Машина времени» в джакузи «Не булькает». «Машина времени» — это бессмертная группа. Это бессмертная, и слава богу, дай им бог здоровья ездить еще и еще, но вот наступает, мне кажется, тот момент, когда вот лучше я сейчас схожу на этот концерт, потому что лучшие хиты за 47 лет. 47 лет существует коллектив, и спустя столько времени записывает новый альбом. Низкий поклон, уважение, Макаревич, это высота, непостижимая для многих, хотя и некоторые говорят «Монатика». Да. А опять я должна спросить, кто это, но я не буду спрашивать. Концерт его не предвидится, поэтому спрашивать не буду, кто это. Его концерт недавно, кстати, состоялся. О, за что? За что, Игорь? Хорошо, что мы об этом узнали уже постфазу. В этой же студии, через 45 лет мы встретимся и будем обсуждать концерт юбилейный 45-летний «Монатика» в дворце спорта. Мне 45, а я пою все ту же песню. Обсудите это без меня. Договорились. Тогда давайте переместимся на театральные подмостки. Хотя нет, секунду, еще, ну так уже, просто немножечко капельку попсы добавлю я в свой концертный обзор. Буквально сегодня узнал это из рекламы по радио. Оказывается, 15-го числа в субботу состоится в мини-сериюме концерт «Виагры». За что? Вот так. Новый вопрос, за что? Это, возможно, вторая часть «Ливня». По-моему, это лишняя была информация. Давай лучше на театральные подмостки. Вернемся на театральные подмостки. Одесский национальный академический театр оперы и балета представит несколько постановок. Я сегодня расскажу о двух, причем таких самых-самых-самых. В воскресенье, 16 октября в 16.00 опера «Трубадур» на подмостках Одесской оперы. Классическое произведение, не нуждается в каких-то дополнительных представлениях. Я только лишь напомню, что впервые она была представлена в Риме в 1853 году. Произведение, которое утверждает принципы реализма в творчестве Верди, оно приобрело всемирную популярность и сделало, собственно говоря, имя композитора бессмертным. Музыка произведения богата яркими мелодиями, которые близки к народным напевам. Некоторые из них стали в Италии широко известными революционными песнями. В общем, Верди, «Трубадур», «Велком», воскресенье, 16 октября. Мне всегда нравился Верди. Билеты, кстати, совершенно хорошо. Культура стоит, настоящая культура стоит в Одессе недорого. От 20 до 200 гривен стоит билет в оперный театр на Верди. Нельзя мне всегда нравился Верди. Я еще вот с трех пушкетеров полюбил. Да, я думал из футбола. Нет, из ломбардов. Верди деньги. Хорошо. Саш, Верди – это не спутник Ольги Поляковой, на которую ты обычно любишь ходить. Это из другой оперы. Я никогда не ходил в Ольгу Полякову. Спасибо у нее. Очередной каминал состоялся сейчас. Еще одна постановка. На этот раз балет, тоже классический балет. Балет «Жизель» уже в понедельник, 17 октября, в 18.30. Ну, вот как-то, да, должно быть все в равновесии. И опера, и балет. Я, оказывается, узнал, что «Жизель» – это не полное название. Полное название балета «Жизель» или «Велисы». Кто-таки «Велисы» мне пока выяснить не удалось. Расследование ведется. Но вот такой интересный факт. Считается, что это самое романтическое произведение последних столетий. После того, как впервые в Париже, в 1841 году, на сцене Парижского театра «Гранд-опера» состоялась премьером этого балета. В течение последующих 18 лет эта постановка была показана около 150 раз, ну и всякий раз завершалась овациями. Я уверен, точно так же она завершится и в понедельник, 17 октября, когда завершится представление на сцене оперного театра в Одессе. Идем дальше. С оперой и балетом разобрались. С оперой разобрались. Украинский театр, Украинский музыкально-драматический театр имени Василька предлагает нам в ближайшие дни оперу в том числе. Опять же таки классическое для подобного театра произведение «Запорожец за Дунаем» опера в трех действиях. Об этой опере известно то, что ее музыка глубоко народна, она пронизана интонациями украинской народной песни, мягкой лиричностью, сочным, острым и вместе с этим добродушным, Саша, добродушным юмором. Это важно. Ну а вот раз уже начал о юморе, знаешь, что по поводу «Дома клоунов» есть презентация. Да, есть презентация «Дома клоунов». Закончу только, что скажу, что 14 октября, это сегодня 18.30, и есть еще, в принципе, если есть желание, есть возможность успеть. В «Доме клоунов» будет два спектакля, будет, ну, те, о которых я хочу рассказать. Сегодня в 19.00 «Одесский подкидыш», уникальный тоже проект, который хотят из спектакля, это авторский спектакль, режиссером является Георгий Делиев, три актера сыграли всю постановку, сам Георгий Делиев, Борис Барский и Наталья Буськова. Как раз фрагменты мы сейчас видим на телеэкране. Сообразили на троих, я был на этом спектакле, я видел его в очи, он очень милый, очень забавный, я знаю, что у Георгия Делиева есть желание превратить его в фильм, и вот путем краундфандинга пытаются собрать деньги на то, чтобы удалось снять фильм вот по этой пьесе. Что-то на этой неделе мы очень много говорим о краундфандинге в нашей студии. Кстати говоря… Неделя такая краундфандинговая выдалась. На этой неделе, кстати, нам пришла новая пословица, если что-то не знать, Игорь Оксу, оно есть в интернете. «Велисы» это. Ты все еще интересуешься? Да, конечно. По славянской мифологии, предупреждаю сразу. Так, хорошо. Допустим. Чтобы у тебя это не скорбило. По славянской мифологии, это умершие до брака невесты, которые, простите, вставали из гробов в полночь, по часам, собирались на перекрестках и встретив мужчину, принуждали его танцевать с ними до тех пор, пока он не падал замертво. Конец. Все, только что мы выяснили, откуда Гоголь черпал вдохновение. Поэтому давайте пойдем дальше. Давайте как будто… А теперь давайте забудем об этом. И пойдем дальше. Из интересного еще хочется мне рассказать о тех спектаклях, которые состоятся в Театре музыкальной комедии имени Водянова. Завтра, 15 октября, в 18.30 «Обыкновенное чудо» – это мюзикл в двух действиях по пьесе Евгения Шварца. В советском кинематографе у меня есть пять любимых фильмов. Это все пять фильмов, которые были сняты Марком Захаровым по сценариям Григория Горина. Один из них – это, безусловно, «Обыкновенное чудо» с потрясающими. Янковским, Абдуловым, Леоновым. Мы все прекрасно смотрим этот фильм. Не пейте, оно отравлено. Да, не пейте, оно… Не надо там яд хороший. Масса, масса, масса фраз, цитат из этого фильма. А кто у нас муж? А муж у нас волшебник. Предупреждать надо. Да, и по сей день лично в моем обиходе присутствует. Поэтому всем любителям, поклонникам Евгения Шварца и вот… Рекомендует Игорь Окс. Да, я бы с удовольствием посмотрел бы это и в театральной постановке в том числе. В фестивале. Знаю, что есть информация по фестивалям. Есть несколько фестивалей, вечеринок. Отдельно мое внимание на себя обратил очередной семейный фестиваль «Сова-пикник». Он состоится ровно на этих выходных, 15 и 16 числа, на территории санатория Горького в 11.00 начало. Я несколько раз посещал «Сову», именно пикники «Совы». Хочу сказать, что принципиально этот фестиваль отличается от аналогичных. Это не фестиваль еды. В нем как-то все смешано там и представлено. Кулинарный фестиваль не еды? Не только еда. Нет, безусловно, там еда тоже присутствует. И еда, и напитки. И выставляются там дизайнеры, которые представляют свою одежду, аксессуары. Постоянное выступление каких-то коллективов происходит. Очень хорошая, правильная атмосфера. Очень мне нравится подход организаторов. Он такой, знаете, очень эстетский. Вот все чистенько, все правильно, зонировано отдельно. Зона для курения, несмотря на то, что это открытый воздух. Зона для курения, она отдельно. Продумано все. Вот подумали о людях, да, как создать атмосферу, в которой людям будет комфортно. Вот я на себе испытывал комфорт неоднократно, посещая фестивали «Сова-пикник». И рекомендую вам, даст Бог, на выходных будет хорошая погода. И провести это можно всей семьей даже выбраться, потому что там интерес для себя найдет. И он, и она, и они имеют в виду детей. Детей. Идем дальше. Идем дальше. Перемещаемся в Сады Победы, где сегодня. Где красота спасет мир. 19.00 красота спасет мир. Или, как однажды сказали в КВНе, красота спасет мымр. Это тоже, мне кажется, вполне… Это скорее косметика, я не знаю, там пластическая хирургия. Ну, тоже есть какая-то толика справедливости в этом высказывании. Сегодня очень, да, такой сегодня насыщенный вечер получается. Поэтому, если вы еще не сформировали ваши планы, выбор, слава богу, есть. Состоится конкурс «Мисс Одесса Всемирная». Это 30-й юбилейный финал. Конкурс, который проводит… Есть «Мисс Одесса Местная» и «Мисс Одесса Всемирная»? Приезжие, да, есть «Мисс Одесса Приезжие». Здесь проживают в городе менее трех лет. Конкурс проводит Национальный комитет «Мисс Украина Юки» LF Production, L.C. США. Представляют праздничное юбилейное событие под названием «Мисс Одесса Всемирная» с участием самых красивых одесситок, которые живут в разных уголках земли. Конкурс будет проходить под эгидой международных программ «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Обещают «Champagne Hour» – это час, когда все пьют только шампанское. И, возможно, говорят по-французски. Потом «Батча собирают». Красная дорожка, звездные гости, члены жюри, среди которых будет первая в СССР победительница конкурса «Мисс Одесса 87». Я надеюсь, она так же прекрасна, как и тогда. Это Наталья Атаманова. Я не удивляюсь, что ты выбрал это мероприятие для того, чтобы порекомендовать. Много красивых женщин, почему бы и нет? Да, да, да. Если вы любите быть в обществе красивых женщин, вам сегодня в СССР победу на вот этот 30-й юбилейный финал. А я люблю кино, хочу услышать о кино. О кино я тоже с удовольствием расскажу, тем более, что состоялись сейчас ряд интересных премьер. Есть, кстати, фильмы, которые вот так, они возникают в прокате и исчезают очень быстро, и потом их можно найти, например, только в таких кинотеатрах, как «Инотеатр», например. Поэтому вот кто любит «Артхаус», я вам советую отслеживать репертуар «Инотеатра». Там действительно очень интересные фильмы предлагают. Ну, а я сейчас расскажу о том, что… О более массовом кино, скажем так. То, что выйдет в широкий прокат, на большие экраны. Ну, и, кстати, тоже кино достаточно любопытное, хоть и немного попсовое. Первый фильм, который я хочу представить, это «Инферно». Еще одна премьера за осень с участием Тома Хэнкса. Вот недавно был фильм «Салли», теперь выходит фильм «Инферно». Что-то так вот зоним у нас был в таком прокате. Да-да-да-да. Вот теперь, значит, следующая история. Эта история – это третья часть продолжения того, что «Кот да Винчи», «Ангелы и демоны». Причем тот же самый режиссер снимает этот фильм, Рон Ховард. Он, кстати, еще к его плюсам, можно сказать, что он еще снимал фильм «Подмена». Блестящий фильм. И его сказали, что он снимает третью часть, сказали, что просто продолжает снимать, как бы, те же дни. Ну, я могу сказать, что «Инферно», если говорить о трех книгах, на мой взгляд, самая интересная книга Дэна Браунна из всех трех. Вот не читал, не читал. Снялся на «Ангелах и демонах». Ну, здесь история нас забрасывает. Мы уже оставили в покое «До Винчи», и теперь будем идти параллельно с историей божественной комедии «Данте». И вот в ней, я так понимаю, главный герой, профессор Лэнгдон, будет черпать ответы на какие-то бесчисленные загадки. Он там потерял… Не знаю, как фильм, но книга хорошая. Память. Ну, фильмы, признаемся, всегда хуже. Да. Но очень режиссер… Режиссер уважаемый. Он еще и, кстати, «Игры разума» снимал, что вообще делает его практически небожителем. И актерский состав очень хороший. И Бен Фостер играет, а Марси, ну и, собственно говоря, Том Хэнкс. Да, самое главное. Уже без него, да. Далее, друзья. Следующий фильм – фильм Тима Бертона. Поэтому не расскажите о нем. То есть можно уже не рассказывать? Да, просто вот новый фильм Тима Бертона, неважно, как он называется, неважно, кто в нем играет. Можно идти, нужно идти. Нужно идти, да. Ну, на всякий случай, чтобы вы просто ориентировались, фильм называется «Дом странных детей. Мисс Сапсан». Главную роль… Я удивлен, последние годы все то, что снимает Тим Бертон, главной роли играет его жена, Елена Боннэм-Картер, но в этом фильме он отдал главную роль Еви Грин. Вместе с ней в фильме снимаются Сэмюэль Л. Джексон, Джуди Денч, Руперт Эверетт. Ну, это потрясающие актеры. Да, здесь можно не останавливаться подробно. Ну, и, наверное, завершу я. Вот хотелось бы, да, услышать с детьми-то. Есть на что пойти? Есть, есть, причем можно не просто сходить, а можно сходить, получить удовольствие. И вернуться при этом. Это уже как получится, некоторые останутся еще на один сеанс и немножечко погордиться, потому что в прокат вышла первая, и не только на территории Украины, это будет первая мировая премьера полнометражного украинского 3D-мультфильма Никиты Кожемяка. С потрясающей озвучкой. Кто озвучивает? Я вот не посмотрел. Там Веростюк озвучивает, там Руслана Писенко озвучивает, там целая плеяда украинских актеров, спортсменов. Сергей Севох. Он озвучивает, собственно, Горыныча. Да, Дракона. Он озвучивает Дракона. Так что, да, друзья, есть чем гордиться. Есть первый национальный продукт, что называется Сдобулы. И, кстати говоря, что потрясающая украинская локализация касательно озвучки. Тем более. Фильм этот анимационный был представлен на кинофестивале в Каннах и получила контракты на показ в 15 странах. Мне кажется, более чем убедительная заявка на то, что это должна быть какая-то очень хорошая работа. Ну что ж, выбор есть. Можно пойти и в кино, и в театры, и на концерты. Игорь, как всегда, благодарю за интересный обзор, за советы. Обязательно посмотрим еще раз список и определимся, куда же пойти. Ну, а на машину времени мы идем все вместе. Мы идем все вместе. Саша идет на гору, а мы на машину времени. Культурно обогащайтесь, культурно растите, потому что если культурно не расти, то ничего хорошего не будет. А как это сделать, как всегда, рассказывает наш культурный эксперт в бабочке Игорёкс. Мы же прервемся на рекламу, вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.